Руководители Ставропольских школ сегодня сдавали экзамены. Так, в Краевом Минобре выбирали директора года. Участники представляли визитки, отвечали на вопросы жюри и даже писали диктант. Кто получил зачет, знает наш корреспондент. Следующее предложение новой абзаце. Красная строка, послушайте. На этот раз под диктовку пишут и сидят за партами сами директора школ. Все они финалисты Краевого профессионального конкурса. Одно из главных испытаний – почувствовать себя в роли ученика и проверить свою грамотность. Это самый сложный для меня конкурс, потому что грамотность и русский язык, вы тоже согласитесь с нами, богатый, очень серьезный язык, очень приживаю по этому поводу. Даже не знаю, как у меня получится. Диктует текст коллега конкурсантов, директор 25-й гимназии Ставрополя Елена Лагутина. Она же и будет ставить оценки. Я думаю, текст посильный, текст по плечу, взрослому человеку, с широкой эрудицией, грамотному, каким и должен быть руководитель образовательной организации сегодня. Времени на диктант чуть меньше, чем обычный урок – полчаса. После все работы остаются на проверку, а участники приступают к новым испытаниям. Им нужно поделиться опытом, рассказать о своем коллективе и показать, как можно выйти из самых сложных профессиональных ситуаций. Оценивали жюри и домашнюю работу. Все директора представили нам свои сочинения эссе, после чего экспертами были определены 10 лучших участников первого этапа. Сегодня у нас стартует, ну и одновременно финиширует уже заключительный этап. И будут определены три победителя. Выбрать победителя было непросто, но судьи справились. Первое место досталось Наталье Ворониной, директору 42-й школы Ставрополя. Наградой для всех участников стали новые знакомства и полученный опыт. По доброй воле такой опыт не получишь. Только вот таким образом, анализируя большое количество источников при подготовке к конкурсу. Во-первых. Во-вторых, наблюдая за успешным опытом коллег. Я думаю, что важнее победа над опытом своим. Потому что когда ты чувствуешь, что ты опытный, то ты останавливаешься в своем развитии. Поэтому победа над чувством, что ты опытный, знаешь все, это самое главное. Для этого люди приходят в конкурс. И пусть победителей всего трое, этот экзамен сдали все участники. Те же, кого не устроят просто зачет, смогут попытать счастье уже в следующем году. Алина Черкова, Анастасия Зубрицкая и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.